Остались дети гражданские. В нашем бункере двое маленьких деток, 4 и 7 лет. Детки 10 и 12 лет. Больше 10 детей только в нашем бункере, а он не один. Страшные авиаудары, стены дрожат. Наши четыре кожа просто сложились. Пару прилетов и убежища не будет. Попадания были и в убежище. Состояние детей вы представляете. Сегодняшний день до 55-11 выехали. Вот нас сейчас трое. 40 с лишним осталось. Спасибо нашим воинам. Помогают и продуктам, и всем остальным. Морально очень приятно вообще. Сегодня мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула и поехала. Очень много людей здесь еще осталось. Они боятся ехать, потому что им никто не дает гарантии, что их довезут до Запорожья, как обещают. И все будут ждать, пока доберется наш вот этот первый, не знаю, как он называется, гум-конвой, наверное. И если все будет нормально, то здесь очень много детей, здесь очень много женщин. И если все будет нормально, то гражданские будут выезжать. Ну, надеюсь, доехать в Украину куда-то. Была эвакуация два раза, и два раза сливалось. Из-за ежедневных обстрелов нельзя было нос высунуть. Вас тут не обижали? Нет, не обижали. Не обижали, не помню ничего. И на русском мы разговаривали смелые. Она дом распопила. Ну да, и мы пришли в самое ближайшее место, куда мы могли спасти. А что раньше не выходили? Ну, там же, якобы, русские предлагали, там, зеленый коридор. Спасибо. Нас это не интересовала информация. Мы другой политической стороны поддерживаемся. Хотели бы жить в стране, в которой родились. В которой жили. Жили, строились, учились. Все-все-все на свете. Дружили, любили. На родину. Хотя родина наша здесь, ну, подальше. Но в Украину, конечно, там. В Запорожье говорили. Отличный вариант. Союзу, да? Нет. Союзу. Субтитры сделал DimaTorzok